Здравствуйте, меня зовут Дученко Алексей, я заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион мира Европы, спортивной акробатики, президент Федерации спортивной акробатики Ростовской области. Я занимаюсь спортивной акробатикой с 12 лет, работаю в мужской паре, я нижный, держу такого парня на голове, в руке. Это большие нагрузки для позвоночника, для ног, поэтому у меня специфика, мне нужно укреплять свой опорно-двигательный аппарат, качаю спину, ножки обязательно, вот, в общем, непростая у меня судьба. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При нагрузке у меня активно используются спина и ноги, рабочие мои мышцы, поэтому я всегда каждый день занимаюсь и работаю над ногами и спиной. Спиной я работаю очень просто, делаю знаменитую ласточку. Вот так вот, и полетел, и зафиксировал, и пошел, раз, два, и до ста посчитал, полетал, оп, и отдохнул. Сто счетов каждый день рекомендовал массажист, и после этого у меня всегда спина в полном порядке. Также мне необходимы ноги, потому что они постоянно у меня работают, и толкаю, бросаю я вверх. Для этого я делаю очень простые выпрыжки, спокойно, с полным седом и выпрыжкой. Делаю три подхода по 20 раз, вот таким образом, раз, два. Секрет нужно выпрыгнуть как можно выше, потянуться руками, и соединить ножки, то есть, дотолкнуться. То есть, считайте, как идете на рекорд. Каждый толчок должен быть максимально вверх. И наверх, и наверх, и наверх. В этом секрет. Ну, естественно, я использую, из-за того, что у меня используются грудные и ручные мышцы, я делаю классические отжимания на кулаках, чтобы закачать также кисти. Делаем обязательно на скорость, потому что мышцы нужны мне, чтобы они быстро работают. При отжимании на руках очень важно сохранять ровную спину, не проваливать живот, сохранять небольшое такое полукруглое положение и работать только руками, не дергаться, то есть параллельно полу спину сюда не проваливаем, ровненько наверх не задираем, даже если у вас красивая попа, ровненько зажали ягодицы спинку и одни руки работают, одни ручки, одни ручки, не вываливаем живот, одними руками, раз, два. Это Филипчук Константин, мой напарник, и сейчас мы продемонстрируем один из самых сложных трюков, это стойка в одной руке на голове. Сложность заключается в том, что верхний находится в положении, опираясь только на одну руку, а сложность моего исполнения заключается в том, что нужны сильные мышцы шеи, чтобы держать такой вес. Не повторять. Обратите внимание, как скала непоколебимая. Вуаля! 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 Мы с Константином занимаемся уже достаточно давно, около 18 лет, по 6 тренировок в неделю, по 3 часа в день. Поэтому это полноценная работа, без этого никуда. При достижении больших результатов нужно везде похода. У нас на это ушло достаточно большое количество времени, но зато благодаря этому позволило выиграть 5 чемпионатов мира и Европы уже. При держании на голове идет нагрузка через весь позвоночник, кроме ноги. Для этого важно сохранить ровное положение тела, не провалиться ни вперед, ни назад, ни отставлять, и зажать мышцы шеи. Тогда, получается, при правильном техническом исполнении вес основной идет в ноги через позвоночник. То есть я могу с ним приседать, вставать. Это правильное техническое исполнение позволяет держать вес на голове. Ну и плюс, конечно, сильные мышцы шеи, которые годами наработаны. Только это привело к такому прекрасному трюку. Дело в том, что, может, созрел, не знаю, но, возможно, с возрастом связано стало тяжелее подготовиться к соревнованиям. Все-таки скоро в четвертый десяток пойдет. Поэтому обратил внимание на правильный режим дня и правильное питание. И когда я начал раньше ложиться, начал правильно питаться, мне стало намного легче работать в спорте. И вообще я стал себя намного лучше чувствовать. При подготовке к соревнованиям необходимо нормализовать свой вес, потому что физические нагрузки есть. И поэтому, чтобы подготовиться к соревнованиям, нужно быть в хорошей физической форме. Для этого нужно привести свой вес в порядок. Перед соревнованиями за месяц где-то я сажусь на белковую диету, заменяю два приема пищи утренней и вечерней функциональным питанием. А днем принимаю белок, это творог, мясо и больше овощей и фруктов. Вот такой вот рацион у меня разнообразный. Ну и, конечно, обильное питье и перекусы между основными приемами пищи. Перекусы, они очень важны, чтобы организм не чувствовал чувство голода. Между основными приемами пищи каждые полтора-два часа после приема пищи нужно принимать либо фрукты, съесть либо яблочко. Я принимаю специально либо белковые батончики, либо фруктовые батончики, чтобы не испытывать чувство голода. При желании каждый может выделить 15-20 минут в день для занятий физкультурой и спортом. Для этого не обязательно ходить в спортзалы. Можно просто посмотреть в интернете простые упражнения и применять их утром и на работе, даже и вечером. Я так и делаю, потому что тренировок не хватает, чтобы подготовиться. Поэтому дополнительно я еще работаю и дома, и на улице, и везде. Поэтому при желании каждый может выделить 15-20 минут для занятия физкультурой и спортом, чтобы быть здоровым и красивым. С вами была программа «Безграничений». До встречи.